Ну а это Маракеш. Ну и сейчас утро, девятый час. Утром Маракеш, плюс 4 градуса. Холодно. Там вот за спиной виднеется главная мечеть 12 века постройки Минарет. Я хотел бы поделиться своими впечатлениями о Марокко. Вот я здесь уже какой-то третий, наверное, день. Ну да, если помню, это третий. И вот несколько моих впечатлений. Ну, во-первых, в Касавланке совершенно иные люди, там никто никому не пристает. А здесь прям туристический город. Люди зарабатывают на туристах в основном, по всей видимости. Вот площадь за моей спиной. Вчера вечером она была полна народу. Тут и акробаты, и циркачи, и укоротители кобр, и попрошайки разные. Ну, в общем, такой прям арабский восток. А сейчас все совершенно по-другому. Вот. Что интересно, что очень много здесь толстых женщин, по всей видимости, они кушают эти восточные сладости. Ну, и считается это символом красоты. Есть два вида такси. Например, в Касавланке есть красные и белые. Красные такси, ты можешь махнуть рукой, он останавливается. Оказывается, там уже кто-то сидит в этом такси. И просто если по пути он тебя берет, включает счетчик, там, например, на второго, на третьего человека, и везет вас по пути. А есть белые такси, туда шесть человек набиваются. Но типа наших маршруток. Дешевые мандарины, апельсины, авокадо, в общем, все фрукты, которые здесь произрастают, дешевывают за моей спиной. Это соки, по 4 дирхама продаются, делают апельсиновые, манговые. Здесь же они, по-моему, делают смузи всякую всячину. Вот. Что еще интересное? А, они очень плотно паркуют машины, причем если машину припарковали, ну, наверное, так же, как во Франции. Во Франции не был. Вот. Но очень плотно. Я прям даже не понимаю, как они выезжают, когда припарковались. Есть еще парковщики, которые показывают тебе, мол, давай-давай, ставь. Но, по всей видимости, за это потом получают какие-то чаевые. Да, я просто подглядываю и написал себе, что еще интересного. На самом деле, народ готов взорваться вообще на чем угодно. Они чистят обувь, тут очень много разных профессий, ну, таких прям практически придуманных. На улице продают много всяких разных там орешков, семечек, семечек, всякой разной ерунды. И здесь еще в Марракеше, в старом городе, они подсказывают тебе, куда выйти. Сначала они тебя пытаются заблудить, говорят, поворачивай направо, поворачивай налево, а потом, ну, а потом тебя за деньги выводят. Я сам с такими не сталкивался, но рассказывают, что такие люди есть. Вот. А еще что тут есть интересного? А, и на самом деле, да, страна действительно стала урбанизироваться не так давно, буквально 50 лет назад. Например, Касабланка возникла просто как порт. И очень много людей приезжает из деревни, поэтому люди переходят дороги, где считают нужным. Здесь вот по старому городу на мотоциклах, на мопедах катаются, то есть узкая улочка. Кто-нибудь может на осле проехать. Ну, и по большому счету, люди чувствуют себя довольно свободно. Мало того, что они дорогу переходят в любом месте, они еще на пешеходных переходах водителей не пропускают. Но, по всей видимости, водитель главнее, чем пешеход. Но при этом полицейские не обращают ровным счетом никакого внимания. То есть на перекрестке может стоять полицейский, который в час пик может регулировать движение. Вот. Но если кто-то переходит в неположенном месте, он даже словно не стоит. То есть это обычное явление. Сегодня переезжаю в горы. Там сейчас минус один. Довольно прохладно. Вот видно, по-моему, красному носу, что и здесь тоже не жарко. Это Африка. Это Африка, 27 января. Но при этом сегодня обещают солнечный день. Видно, что ясное небо. Будет хорошая погода. Но пока я записывал видео, уже рука замерзла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Африка.